Всем привет! Меня зовут Евгений Хаджинов и я приехал в Валдорф-Асторию. Это один из самых новых курортов на Мальдивских островах. А открыт он 1 июля 2019 года. Это полностью искусственно созданный остров. А трансфер будет вот на такой яхте. И всего 30 минут от аэропорта. У них в распоряжении несколько видов яхт. В данном случае двухэтажная Маджести. Хотел бы немножко задержаться на этом трансфере и показать вам салон. По интерьеру это как отдельная вилла. Причем со своей собственной террасой на втором этаже. Ну и видом на океан. Кстати на борту есть Wi-Fi. И это кстати тот случай, когда по маршруту трансфера вы проплываете под главным Мальдивским мостом. А так приветствуют новоприбывших. И покажу вам сейчас самый-самый, что не есть новый курорт. Это главный Arrival Джетти. И тут же очень стильный ресепшн. Возле ресепшна есть аутентичные солнечные часы. И первое что я покажу это виллы. И от них направляемся к Гранд Бич Вилле. Сразу можно заметить, что территория очень ухоженная. Ну что, Валдорф история начал удивлять уже. Я сейчас нахожусь возле ванн Бедром виллы. Это вилла с одной спальней. Огромная. Я сейчас увидите. Пожалуйста, пожаловать. У каждой виллы есть свои велосипеды. Ну как бы классно при входе. Захожу в калиточку свою. И что я вижу? Я вижу вот такую красоту. Тань. Гостиная зона. Бассейн. И кровать еще качающаяся. Ух! Лежаки прям в водичке. Бассейн. Валдорф не то чтобы красивый, а просто очень красивый. Это на самом деле отель вот прям на 100% мальдийский. И при этом все. У него еще американский сервис. Вот проход такой к пляжу. И прям сразу же прямой выход на пляж. Пляж абсолютно идеальный. Да, он сделан, конечно, по большей части искусственно. Но из-за этого он просто идеальнейший. Приватность здесь неплохая. Но не на 100%. Потому что рядом так немножко можно проглядеть соседей. Но совершенно не критично. Деревянные карточки. Покажу вам эту виллу. Так сказать, на одном дыхании. Спальня. Гостиная зона с комплиментами. Уголок чайно-кофейный бар. Маленький телевизор. Посредине гардеробная зона. А также тапочки, сейф и так далее. И тут же переходит в ванную комнату. Душ. Душ первый. Закрытый. Рейншау. И второй. Открытый. Под открытым небом. Выдаются мобильные телефоны. С телефоном единственным вашего батлера. Еще интересная штука. Привет. В Вичвилле есть также система «Умный дом». Которая можно руководить абсолютно всем, что находится в номере. А еще здесь высоченные потолки, которые создают дополнительное пространство. В целом, это базовая категория практически на 300 квадратных метров. А мы двигаемся дальше, к водным виллам. Переезд между островами через такие мостики. Овервотер вилла. Она почти такая же, как на берегу, только расположена на воде. Немного отличается расположение комнат. Спальня здесь посредине. Гостиная зона с правой стороны. Ванная очень похожа, но с видом на океан и выходом на террасу. В ванной комнате есть прозрачный пол. Очень просторная терраса, еще и с прямым выходом в океан. Водные виллы расположены очень плотно друг с другом, но при этом у них стопроцентная приватность. Все водные виллы делятся на две категории. Риф вилла и овервотер вилла. А еще есть виллы с двумя и с тремя спальнями. Есть также особый вид категории, это вилла Стелла Марис. У Волдорфа достраивается еще один остров. Отдельно он будет как лакшери виллы. То есть он расположен в отдалении от основных островов. Этот отдельный остров называется Итафуши Private Island на 32 тысячи квадратных метров. А сейчас очень кратко хочу рассказать вам про рестораны и питание. И начну с самого простого, это завтраки. Это центральный ресторан отеля Волдорфа Стория, Тестинг Тейбл называется. Здесь идет, накрываются завтраки и накрываются ужины. И завтрак здесь сейчас будет частично шведский стол и частично аликарно. Сразу хочу сказать, что здесь идеально все. И здесь есть все. Я пытался найти что-то, чего здесь нет, но мне не удалось. Хочу отметить, что американский сервис в ресторанной сфере это лучшее, что есть на Мальдивах. И тут оно проявляется во всем. Если подытожить, то это один из лучших ассортиментов, которые я видел где-либо. В отеле Вестин ресторанов очень много. На самой топовой изюминкой является ресторан Терра. Это 8 отдельных столиков, расположенных в таких сферах. Находятся они на высоте верхушек деревьев и открывается здесь очень красивый вид. Следующее необычное место это ресторан Глоу. Я бы это место скорее назвал арт-музеем под открытым небом. Это эко-ресторан с изысканным садом, где подают блюда из экологически чистых продуктов из этих садов. Хочу также показать крутейшее место это The Ledge. Грилли-ресторан и бар с австралийской кухней. Ресторан находится недалеко от бассейна и можно прийти на протяжении дня. Работают на кухне только мужчины, здесь открытая кухня с самыми высокими стандартами. Алякард ресторан Ясмин с настоящей арабской кухней. Ресторан оформлен в античном стиле и декорирован под арабскую деревню. Китайский ресторан Ли Лонг со своим фирменным блюдом утка и по-пекински. Рок – ресторан в виде пещеры, построенного из иорданского известняка с шикарным винным погребом. Японский ресторан Шимизу. Лаунж-кафе-бар Павлиновая аллея. Кафе-бар у бассейна Нава. Фирменный бар шампанского Янтарь – это место, где провожают закаты. И осталось вас познакомить с некоторыми объектами инфраструктуры отеля. Например, детский клуб, который обязательно нужно посмотреть, если едешь с детьми. Закрытое кондиционированное помещение совсем необходимым для деток. Здесь расписаны программы для всех возрастов. Территория на улице хорошо прикрыта тенью, а еще здесь есть свой мини-аквапарк. А для взрослых есть отдельная зона Эдалс-Онли с самым глубоким бассейном на острове и отдельными местами для релакса. За доплату можно взять себе вот такую кабану здесь. Ну и напоследок, конечно, хочется сказать, что спа-центр здесь тоже есть. Тут собрали лучших специалистов, лучшие методики, да и что тут говорить, все самое лучшее здесь собрали. Очень удачное расположение павильона для йоги и красивенный сад для зоны релакса. А самый современный тренажерный зал с панорамными окнами поставили возле искусственного канала. И это все, что я хотел вам показать на курорте Валдорф, Астория и Тафуши. Спасибо за уделенное время, надеюсь, было полезно и интересно. И, конечно, жду вашу реакцию в виде лайка. А если хочешь еще подобные обзоры, подпишись на канал. Всем пока и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова